Друзья, я рад вас приветствовать на канале Мехот. У меня для вас сегодня отличная новость. Причем уже не первая, да? Хорошая новость с понижением цен на Кая, хорошая новость с понижением цен на Джак. И сегодня приехала новиночка. Это бюджетный кроссовер от компании Джак. Модель называется S3 Pro. Ранее на российском рынке S3 был доступен, но какое-то время его не было, не было. И после обновления взяли и привезли снова. Сейчас зайдем в автосалон, рассмотрим детально автомобиль, познакомимся с его техническими характеристиками, и вы все прекрасно сами узнаете. И узнаете цену, за сколько же будут продавать этот шикарный компактный кроссовер S3 Pro. Кстати, из изменений, да, у нас сразу же пройдемся, изменилась передняя часть. Видите, да? И мне автомобиль стал напоминать Chevrolet Groove. Американский такой весь кроссовер компактный собирается для китайского рынка. И в Китае кто-то где-то скопировал чего-то, и теперь выпускают Джак S3 Pro. Все, не будем тянуть, погнали в салон смотреть новиночку. Вот, друзья, это новиночка. Джак S3 Pro. По сути, изменилась только передняя часть, а в целом же это осталась та же самая модель S3, что и раньше продавалась на российском рынке. Колеса здесь легкосплавные на 16, что припечательно, да? На задней оси мы видим дисковые тормоза, а задняя подвеска у нас полузависимая, пружинная, установлена торсионная балка. Задняя лакера на задней оси пластиковая. Есть кроссовый обвес в нижней части кузова автомобиля. Это расширители колесных арок, накладки на дверях, накладки на порогах, плюс здесь хромированная накладка на пороге. Передняя лакера пластиковая. Оптика на автомобиле галогеновая, линзованная. Расположилась в нижней части бампера, вот здесь. Здесь у нас светодиодные ходовые огни. В максимальной комплектации будет камера круглого обзора 360 градусов. В этой комплектации камер нет. И нет датчиков парковки в переднем бампере. На крыше мы видим установлены рейлинги, акульный плавник. Заглянем под капот, посмотрим какой там силовой агрегат. Здесь мы видим двигатель 1.6 атмосферный, бензиновый, 4 цилиндра, мощность 109 лошадиных сил. Работает в паре в данном случае с вариатором. Есть еще версии, которые работают на шестиступенчатой механике. Комплектации две. На механике и на вариаторе. Привод во всех версиях будет передний. Аккумуляторная батарея у нас на 55 ампер часов. Защиты нижнего силового агрегата нет. Газовых упоров нет. Есть шумоизоляция. Еще раз повторюсь, здесь двигатель 1.6, 109 лошадей, коробка-вариатор, тип привода передний. И отправляемся в багажник. Задняя оптика здесь у нас комбинированная. Светодиоды и лампы. Лампы у нас на поворотах. В бампере в нижней части еще у нас встроена оптика на лампах. Плюс датчики парковки в заднем бампере. Камера сзади. Пятая дверь без электропривода. Производитель заявляет, что здесь 600 литров. На мой взгляд, здесь меньше. 600 литров будет только тогда, когда спинки второго ряда сидений мы сложим. Складываются они в пропорции 60 на 40. Есть шторочка. Очень удобно. Знак аварийной остановки. Плафон освещения. Отделка здесь все пластиком. Видимо, у нас здесь техническое отверстие под розетку на 12 вольт. Розетки нет. Под фальшполом. Запасное колесо на стальном диске. Так называемая докатка. Комплект инструментов. Домкрат. Баллонный ключ. Здесь у нас проклеен вибропласт. Оценивайте шумоизоляцию. На мой взгляд, вполне нормально. Автомобиль бюджетный. Пойдемте на второй ряд. Посмотрим обстановочку там. Как видите, сами двери линию порога не закрывают. Дверная карта имеет комбинированную отделку. Здесь у нас отделано все пластика. Вставка из пластика под карбон. Ручка пластиковая. Здесь наставка из эко-кожи. Электростеклоподъемник. Дополнительная ручка. Органайзер. Подбутылочник. Обстановка на втором ряду. Угол наклона спинки второго ряда не регулируется. Сидение вперед-назад не двигается. Отделка эко-кожи. Красная строчка. Есть три подголовника. Все они регулируются по высоте. В подлокотнике подстаканники с держателями. Здесь USB-разъем. Органайзер. Дефлекторов не вижу. Туннельная часть немного выпирает. Кармашки. Панорамы люка нет. Есть плафон освещения. И ручки с доводчиками. Кресло переднего пассажира регулируется за счет механических регулировок. Вперед-назад и угол наклона спинки. Очень ярко выражена. Боковая поддержка. Туннельная часть не парящая. Тут у нас тоже вставка из эко-кожи. Красная строчка. Вставка из пластика под карбон. Руководство пользователя. Оно правильно называется. И оно у нас на русском языке, друзья. С картинками. Кроссовер бюджетный. Поэтому без ключевого доступа здесь нет. Мониторинга слепых газонов сзади нет. Есть повторители поворотов. Камер круглого обзора в данной комплектации тоже нет. Вид на дверную карту со стороны водителя. Здесь также пластик. Вставка из пластика под карбон. Вставка из эко-кожи. Эко-кожей отделана не только подлокотная часть, но и вот это место тоже отделано эко-кожей. Блок управления электростеклоподъемниками. Пульт управления боковыми зеркалами расположился здесь. Боковые зеркла с функцией складывания. Ниже органайзер под бутылочный динамик аудиосистемы. Кресло водителя регулируется в шести направлениях. Вверх, вниз, вперед, назад и угол наклона спинки. Лифт присутствует. Что мы видим за рулем Jack S3 Pro? Это кнопки старт-стоп нету. Здесь у нас обычные ключи зажигания. Руль отделан кожей без подогрева. Есть круиз-контроль. Есть управление мультимедийной системой. Мультимедиа у нас на английском языке. С камерой сзади. Включаем. Оценивайте. Картинку есть линии динамической разметки. Щиток приборов комбинирован. В центральной части строен ЖК-монитор бортового компьютера. Бортовой компьютер тоже у нас на английском языке. Рулевая колонка регулируется по углу наклона. И все. По вылету не регулируется. В центральной части параприза вставка из-за как кожи. Красная строчка. Здесь у нас также вставка из-за как кожи. С красной строчкой. Все остальное отделано пластиком. Климат. Однозонный. В минимальной комплектации на механике. Климат будет кондиционер. Есть прикуриватель. Розетка на 12 вольт. USB слот. Подставка для ключей либо мелочи. Вынимается. Дальше. Это проводок от кнопки SOS и RGLONASS. Кнопка еще не подключена. Есть курсовая устойчивость. Вариатор. Двигатель. Еще раз повторюсь. 1.6 атмосфера. 109 лошадиных сил. Тип привода передний. Бывает в минимальной комплектации 6-ступенчатая механика. Здесь вариатор. Слот для карточек. Органайзер. Подстаканники. Механический. Ручник. Верхняя часть подлокотника регулируется по длине. Также красная строчка. ЭК-кожа. Нажимаем. Ниша подлокотника скромненькая. Без охлаждения. В козырьке пассажира. Зеркало с подсветкой. Друзья. Это бюджетные автомобили. Мы видим зеркало с подсветкой. Блок управления светом спереди. Сзади. Можем отдельно включать. Выключать. В козырьке водителя. Также зеркало с подсветкой. Есть подочечник. Еще раз повторюсь. Мы находимся в бюджетном автомобиле. Это самый бюджетный и доступный автомобиль в модельной линейке Jack. Модель называется S3 Pro. Оценивайте обстановочку и пойдемте разговаривать с менеджером. Узнаем за сколько же будет продаваться этот компактный кроссовер. Теперь друзья, что касается стоимости Jack S3 Pro. Машина пока официально в России не продается. Ждем старта продаж. И только после этого будет известна стоимость. Я думаю, что-то в районе 2-2-3ста. Не меньше. Гарантия, кстати, у Jack 5 лет. Либо 150 тысяч километров пробега. Что наступит ранее. Как он, друзья, такой компактный кроссовер? Обязательно напишите в комментариях. А также не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые, свежие, интересные выпуски с новинками на российском рынке. Ухожу в комментарии отвечать на ваши вопросы. До новых встреч!